Сейчас попытаюсь коротенько объяснить, почему любые переговоры с Россией, то есть Украиной с Россией, и в мире там какого-то, не имеет никакого смысла абсолютно, кроме там отвлечения внимания и так далее. Смотрите, еще 16 марта 2015 года я написал, я воюю за Украину на Донбассе, чтобы мои сыновья не воевали за Россию в Молдове, Азербайджане, Грузии. Азербайджан уже с той поры сам разобрался, слава богу, молодец. Хороший нам пример подал. Россия, все, то есть мы можем договариваться, кто сейчас может воспринять нормально переговоры с Россией. Тот, кто уехал из Украины навсегда, уже не собирается сюда возвращаться. Вот и они там могут себе там ратовать за переговоры и так далее. Если вы устали от войны здесь в Украине, если вы, там не знаю, вообще за Россию допустим, мы думаем, что Россия придет и будет лучше. Я, вы просто оглянитесь назад и посмотрите на примерах. Россия заходит, захватывает какие-то территории, она в первую очередь берет жителей этих захваченных территорий и пускает их на мясо при попытке захвата следующих территорий. Ну это на протяжении 500 лет у него такая стратегия, понимаете, там с Ивана Третьего там какого-то мясом пускать завоеванных людей вперед себя. Посмотрите, куда сейчас крымчан они пускают, куда они пускают, то есть оставите вы эти территории, которые сейчас Россия захватила под ними, они будут взяты за жабры и отправлены убивать там дальше, я не знаю, харьковчанки, ивлян и так далее. Нет никакого смысла, то есть просто перемирие объявлять и становиться там, под расистами оставлять хоть пять нашей земли. Хоть пять нашей земли, понятно? Я думаю, вы с этим согласитесь, когда посмотрите, даже Чечню, вы посмотрите, они кадыровцев этих сюда, блин, за жабры берут и кидают. Ну так или нет, Кавказ, который 200 лет против России воюет, они все-таки его нагнули раком и заставляют теперь приходить северно-кавказа людей, просто кавказов, блин, убивать. Вот дагестанцы, вон там аллея дагестанцев, уже погибших здесь, дагестанцы, блин, Йохан и Бабай, которых дрючили, ну, в общем. И теперь они служат Российской Федерации, ну, то есть России. Тех, кто их порабощал в течение 200 лет, ладно, это отвлечение внимания, ну, то есть отвлекаясь эмоционально. Теперь я почему хочу сказать, что вообще разговоры о том, что как-то устали, не устали мы от войны, бессмысленные даже страны, потому что мы, ребята, выбили их уже из-под Харькова, выбили из-под Киева, выбили из этого самого, из Херсона. У нас, если в начале войны у нас, причем из-под Киева выбили еще не имея никакого серьезного вооружения, как там Атакансы эти, да, Хаймерсы. То есть, и сейчас вы нам предлагаете там как-то замириться по это самое, устали от войны, тогда, когда мы ждем, GLSD бьет, сейчас приходят, F-16 приходят, да, уже открывает, Rain Metal открывает завод, там, производство до 400 единиц бронетехники в год собирается. Локхит Мартин там собирается, уже контракты заключены. И вы сейчас собираетесь, в тот момент, а у россиян что? А у россиян, наверное, там Т-55. А что они будут? Они сейчас у Северной Кореи берут снаряды, там, какие-то, которые разрывают им стволы, и которые разные, там, порох, заряд, там, в разные стороны летит непонятно куда. Какого беса? Для меня это все равно, что, понимаете, я в 14-м году первый раз был мобилизован, ну, если срочку не считать, воевал под Луганском, понимаете? И это, блин, называется, плыл-плыл, на берегу утопился, ну, то есть, как бы, выпутывался-выпутывался из сложной ситуации, как только оказался на берегу, взял, застрелился, что ли, в чем смысл, блин? Такие жертвы принесены, такие, блин, ну, столько героев погибло. И вы хотите сейчас мириться с ними, которые, там, я не знаю, уже на последнем, это уже последний выдох ПЖ, понимаете? Этот плешивый гном, блин, доконает свою страну, вот уже в 24-м году, я вас, они же там сейчас за яйцами выстраиваются в километровую очередь, вы понимаете? Это уже, блин, совок, блин, нафиг, все вот эти его раковые опухоли, раковые клетки, блин, наружу бывают. И вы сейчас собираетесь с ними мириться? Да давить надо эту гадину, блин, нафиг, потому как, ну, иначе, и у нас варианта другого нет, потому что, если нет, эта гадина нас пожрет, сколько она сможет схавать, столько и сожрет. И детей наших, и нас самих, и так далее. И поставит в строй, и пошлет дальше на Молдову, на Грузию. Грузия там, кстати, приготовьтесь, даже если мы перебьем здесь расистов, блин, нафиг, и выдворим их отсюда, если этот плешивый гном останется при власти, следующий он в Грузию пойдет. Кто вас защитит? Грузины. Ну, и это не только Грузии касается, Казахстан там, Прибалтика, это до Киева они пока дошли там, что там их притормозили. А представьте, что там тех стран Балтии, полтора миллиона в одной стране населения там, это там, я не знаю, по 100 километров вся страна. Обернуться никто не успеет, как они уже дойдут там, я не знаю, за это страны Балтии. Ну, в общем, это бестолковый, бессмысленный, бесполезный и вредный разговор. Перемирие какие-то, усталость от войны. Ну, устал, ну, устал, что-то, да, это, ну, возьми, утопись-то, да, что, я устал, я все, я теперь раздаюсь, убивайте меня дальше. Видели, да, как пацаны сдались, вот боекомплект закончился, у них там падавдеевка. Они сдались, нафиг, их расстреляли тут же. Ладно, эмоция.